все пошла запись эту мышку отложу привет все ой так интересно кто сегодня будет присоединяться я очень рада вас видеть видеть что вы подключаетесь это очень круто у нас начинается мой первый интенсив по брошкам мы будем с вами вышивать овечку в сегодняшнем интенсиве ну то есть в нынешнем интенсиве возможно через какое-то время я проведу какой-нибудь еще интенсив по брошкам и там уже вышлем другую брошечку и так постепенно повышиваем все что я на вышивала за это время ну за то время когда я занимаюсь вышивкой вот по поводу организационных вопросов я всем участницам уже которые подтвердились скинула информацию в личные сообщения проверяйте кому в telegram кому в instagram директ также еще можно присоединяться вы можете сегодня посмотреть прямой эфир купить себе материалы и потом пойти естественно записаться на наш интенсив и принимать участие что дает интенсив почему нужно на него подписываться интенсив дает домашние задания я буду вам их давать вы будете их выполнять соответственно весь процесс работы будет проходить под моим руководством вне интенсива этого не будет то есть помогать я буду просто ну чисто какие-то на какие-то вопросы отвечать но это будет уже в мое свободное время вот второе что дает интенсив это я добавила вас всех скинула вам всем ссылки на канал telegram в канале telegram я буду скидывать туда записи прямых эфиров пока на момент интенсива записи прямых эфиров будут доступны только участников то есть пока эти две недели только участники могут смотреть записи потом после окончания я добавлю все эти видео на youtube аккуратненько их оформлю в какой-то плейлист и тогда уже любой желающий сможет посмотреть и сделать себе брошечку вот и еще что дает интенсив естественно я как и в вязании не могу устоять перед этим и в конце интенсива я вышлю вам сертификаты его прохождение то есть те кто успеют вышить брошечку благополучно за две недели и вышлют мне все четыре домашки те получат в конце сертификат о прохождении также в закрытый канал telegram я буду скидывать некоторую интересненькую информацию какие-то интернет-магазины с бисером процесс фотографии процесса работы вышивки возможно что-то еще смотря какие у вас будут вопросы то есть буду постоянно смотреть на вашу реакцию и скидывать туда какую-то информацию вот ну можем начинать у нас интенсив будет длиться две недели то есть сегодня завтра это будет два дня суббота воскресенье и на следующем неделе суббота воскресенье два дня ну и там естественно я вам дам целую неделю на то чтобы вы успели выполнить все бумажки и скинуть не готовую брошечку брошку мы будем вышивать я буду вышивать овечку вот но вы можете вышивать абсолютно любую свою то есть просто буду вам показывать на примере овечки как вышиваю брошки я а вы уже самостоятельно будете себе выбирать любой эскиз любую брошку также помните что у нас есть коробочки а к бокс где есть все необходимые материалы для вышивки 1 брошь вы можете ее заказать эту коробочку это же вышивать то что вы хотите то есть не обязательно вышивать овечку как у меня это просто будут показывать на ее примере сегодня у нас эфир про материалы я расскажу где я их беру что необходимо для нормальной брошки потому что можно обойтись и без чего то что я буду показывать вот и также мы подготовим эскиз и я расскажу как я работу начинаю как я подготавливаю все материалы а завтра мы уже начнем вышивать в субботу мы продолжим вышивать то есть через неделю у вас будет неделя на то чтобы подготовить материалы подготовить работу и начать вышивку через неделю в субботу мы продолжим вышивать я вот хочу прям с вами полностью от и до выше брошку возможно там в следующую субботу у нас эфир будет не часа два часа с перерывами какими-то посмотрим как мы будем успевать и воскресенье через неделю я покажу как завершить оформление брошки как вы сложить вот этот бутерброд чтоб она была плотненькая как пришить булавку правильно а также как обработать весь край если есть вопросы пишите сейчас кто не участвует в интенсиве у вас есть отличная возможность посмотреть эфир эфир естественно запись его оставлю это же с нами вышивать но не обязательно оплачивать в это прекрасно знаете но кто хочет меня поддержать в этом приятном деле то можете присоединяться оплачивать и вышивать на дачу готовимся ехать пока собираемся зашла вот завтра наверное вряд ли там интернет не ловит понятная она немножко послушаю пока тихий час в больнице хорошо ура я в эфире саша девочки привет приветик приветик по брошкам не участвуем с удовольствием за вами посмотрю о вот можете присоединяться чисто брать свое вязание с нами вязать ну то есть под эфир не обязательно вышивать брошку добрый день давно вас не смотрела вы умничка и вы интересно разговариваете с брекетами спасибо но у меня с брекетами дикция такая же как и раньше вот ладно не буду рассказывать раскрывать все секреты по поводу своих зубов надя я очень рада сашенька я с вами очень надо кристина приветик я всем тут машу кому увижу ну что давайте приступим шесть минут мы поболтали приветик валентина пока покажу какие нужны материалы потом поверну камеру расскажу как я подготавливаю работу первое самое важное с чего я хотела начать это материалы я вот здесь себе приготовила в пакетиках как я все готовлю для вас в коробочках приготовила ой в пакетиках бисер необходимы для вышивки этой брошечки у вас будет свой набор материалов ссылки на проверенные интернет-магазины я вам скинул закрытый канал telegram что для нашей брошечки и сегодня но не сегодня вообще в принципе для нашей брошки понадобится это вот такие большие бусинки которые я буду использовать для тельца овечки сейчас я покажу вот такая овечка вот для тельца овечки я буду использовать большие бусинки у меня они есть пакетики вам советую как приготовить все материалы вам советую тоже разложить это по пакетикам по чашечкам чтобы у вас все было перед глазами вот где в принципе материалы брать очень много сейчас интернет-магазина вы заходите в google пишите бисер бусины стразы ну что еще может здесь быть и ищите абсолютно открываете любой интернет-магазин и ищите то что вам больше нравится то что вам подходит сейчас реально их миллион и проблем с покупкой материалов не должно быть ну а нужно разбираться в том какие материалы хорошие какие не очень есть у нас бисер китайский есть японский если нас бисер чешский это самые популярные виды бисера которые используют все то есть есть естественное немецкий бисер есть естественные бисер разные категории японский он если похуже он есть из получше он есть и супер классный вот но в принципе все это делится вот на чешский японские китайские это то что вы найдете везде куча интернет-магазинов с этим бисером китайский вы найдете у себя где-то на рынке в вашем городе вот китайский я не советую использовать потому что он разнокалиберного разного размера от плохого качества он выгорает на солнце и краска смывается в воде и китайский использовать не стоит я сама лично использую китайский где-то вот одна какая-то бусинка уже проверенная чтоб не стиралось покрытие одну какую-то где-то бусинку куда-то вставить я могу но если вы используете как правило это большие крупные бусины китайского бисера сейчас меня возможно заклюют все самые крутые вышивальщицы брошек что как это так но вы знаете я спуток пряжи у меня такое же отношение есть у таких не очень производители хорошая пряжа вот поэтому я в принципе вас призываю использовать все что вам нравится но китайский вот в большом количестве как бисер который который вы покупаете для брошек он не подходит то есть где-то там единичную бусинку можно использовать на целиком покупать чисто китайский писать для брошек для украшений не стоит он разного размера он выгорает на солнце он смывается водой и у него очень бывает маленькая дырочка что даже самая тонкая игла не пролазит два раза она у вас возможно не пролезет в принципе поэтому работа будет выглядеть не аккуратно и не аккуратно не аккуратно и скорее всего со временем у вас покрытие сотрется и будет вид ужасный что касается чешского бисера чешского бисера сейчас миллион постоянно выходят какие-то новые цвета постоянно магазины обновляют цветовую гамму вы можете найти такое огромное разнообразие японского чешского бисера что просто вас разбегутся глаза чешский бисер этот бисер который тоже используют все которые нормальный хороший бисер за нормальную стоимость которую вы сможете себе позволить в разных оттенках причем он продается и по 50 грамм и по 10 грамм и по 20 грамм пакетики я даже работала в магазине где мы продавали этот бисер на развес то есть и один грамм можно купить то есть ищите вариантов миллион и чешский бисер это тот бисер который я советую использовать в начале своего творческого пути если вы не знаете еще будете вышивать выброшки или нет хотите или нет покупаете чешский там цветов 5 и им вышиваете чешский бывает разного размера также вы можете просто визуально выбрать то что вам подходит он не стирается не смывается с водой не сходит покрытие на солнце там нормальная дырочка к в которую проходит тоненькая игла несколько раз и он одинакового размера есть чешский бисер который более устойчив к солнечному свету и к воде есть который менее устойчив есть оттенки которые реально со временем стираются но это не так катастрофично потому что в принципе большинство цветов чешского бисера ведут себя хорошо это вы уже опытным путем сможете потом определить какой хороший какой плохой цвет вот что касается японского бисера то он бывает тоже примерно такой же как чешский по своему внешнему виду и по своим качествам также есть очень хороший бисер тоха и миюки которые считаются ну на на сегодня один одним из самых популярных бисеров у среди вышивальщиц мы будем так говорить странное слово до среди мастеров по изготовлению украшений этот эти два вида бисера тоха миюки название производителей их используют большинство мастерить они тоже этот бисер очень разный бывает он бывает и даже с золотым серебряным напылением он бывает разной формы разного размера там очень классная широкая дырочка в которую будет проходить любая игла но имею ввиду бисерная тоненькая любая глаз и не в несколько раз то есть нитка в несколько сложений может проходить в чем ну еще большое преимущество этого бисера в том что за счет того что там тонкие стенки у бисеринки и большая дырочка он весит меньше чем чешский бисер то есть если чешского бисера например на 1 грамм вы сможете ну там штучек 100 купить 1 грамм штучек 100 чешского бисера 80-100 то вот такой вот тока миюки бисер один грамм у вас будет гораздо его больше и это тоже экономия хоть он и дороже чем чешский но это своего рода экономия потому что вы сможете получить больше бисера и хорошего качества то есть если вы хотите супер-пупер себе брошку и вы уверены в том что вы будете вышивать их постоянно и вы хотите чтобы у вас прям были ну вот очень качественные работы не по вышивке вышивка это уже ваше конкретное дело а по материалам тогда покупайте вот этот вот бисер толку миюки японски вот и что еще насчет бусин бусины тоже бывают и чешские и тоже японские бусины все то же самое то есть то что касается бисера бусин касается это же я обожаю ваш ска шкаф спасибо саша привет хочу попробовать вышить что-то на одежде обрушки пока только твоего производства готова носить спасибо оля но можно и на одежде вышивать добрый день первый раз слушаю вас ой добрый день я обычно вечером в эфире я недавно нашла вас ю тубе вижу по вашим видео свитер пока все получается все благодаря вам спасибо так приветик так все я вроде все прочитала ну вот это что касается материалов то есть необходимо естественно материалы бисер стразы стразы кстати еще насчет страз скажу сейчас сразу очень популярны их такое тоже разнообразие секундочку я тут отключу такое разнообразие среди производителей есть стразы которые чешские есть стразы вот совсем китайские дешевые которые просто из какого-то там дешевого стекла есть естественно стразы сваровске а все они по внешнему виду отличаются то есть вы не думаете что сваровске это просто переплата за бренд а на самом деле можно купить на алиэкспресс классные стразики тут уже вы решаете самостоятельно я вышиваю и с теми стразами с теми стразами то есть из со сваровске с дорогим хорошим стеклом и с какими-то дешевенькими китайскими стразами вот но хочу сразу сказать что в не по внешнему виду они отличаются это правда поэтому если хотите супер качество тогда только сваровске так что еще нам нужно нам нужна булавка булавка на изнаночную сторону нашей брошки я вот использую такие вот большие высокие булавки потому что они очень хорошо крепятся к одежде к любой они клепь крепится хорошо и к пиджакам и к пальто и каким-то блузочка у них удобная булавка и такая большая булавка хорошо держит саму брошь если у вас брошь будет увесистая большая булавочка будет маленькая то скорее всего из-за этой булавки брошь будет так немножко обвисать и держаться будет плохо будет шататься на одежде вот булавку желательно иметь побольше но смотрите на то с чем вы будете носить если вы будете носить только с блузочками и брошь как брошечка у вас будет маленькая тогда можно совсем маленькую булавочку использовать я не использую булавки вот на такое кругленькой основе есть такие я думаю вы тоже видели потому что мне достаточно вот это она очень хорошо держится и занимает мало места под под самой брошечка так булавка второе что нам надо третье что нам надо чисто для уже как основа для вышивки это фетр вот у меня фетр такого цвета фетр желательно подбирать под цвет броши либо вы фетр покупаете ну вот такого молочного какого-нибудь телесного или белого цвета и красите его акриловыми красками под цвет вашей броши предположим если у вас брошь зеленая вы какой-то листочек зелененький вышивается тогда вы можете фетр этого цвета покрасить акриловой краской подождать пока высохнет и это будет хорошая основа для броши не пытайтесь раскрашивать какими-то там другими красками скорее всего держать цветами у вас не будут также я использую вместо фетра флизелин клеевой который сложен в несколько слоев и аккуратненько про клеиваю его утюжком я обычно если это флизелин такой плотненький я обычно беру 45 слоев и проклеиваю его так хорошенечко ой сейчас девочки подождите я скажу по поводу катя ладно извините я отвлеклась по поводу катя хотела сказать вот вы тогда его проклеиваете в несколько слоев так чтобы они естественно вы понимаете чтобы клеевой слой чтоб чтоб клеевой слой хорошенько приклеивался к самому фетру чтобы следите за тем чтобы не получилось что у вас два не клеевых слоя рядышком то есть клеевой накладываете вот так вот друг на дружку каким-нибудь бутербродом вот катя хотела написать как раз время написать сказать сейчас я расскажу я ждала когда вы придете в эфир и проклеить несколько слоев и тоже на нем вышивать флизелин бывает черный белый вот я не знаю не видела пока других цветов клеевой флизелин поэтому вы можете купить и черные белый черный использовать для каких-то темненьких брошек а беленький для каких-то светленьких и тоже раскрашивать его акриловыми красками вот это основа для вышивки именно на фетре либо на клеевом флизелине мы будем вышивать пришивать наши бисеринки вышивать нашу брошечку и смысл еще в том чтобы хорошо проходила и глаз сквозь этот материал фетр выбирайте не слишком ворсистый и не слишком толстый фетр бывает очень разный я очень много перепробовала пока нашла то что мне реально подходит и вот как раз таки он должен быть тонкий и он должен быть не ворсистый максимально гладкий потому что ворсинки проскальзывают сквозь бисер и у вас брошка такая немножко пушистенькая потом получается нужно эти ворсинки потом отрезать то есть ворсинки выше бисера располагаются то есть фетр должен быть обязательно гладенький и если он будет у вас слишком плотный то будет проходить игла тяжело и вас то будет нервировать и вышивка у вас превратится в какое-то мучение то есть проверьте что пыла проходила свободно не знаю есть ли смысл выше вышивать на коже на какой-то на каких-то других тряпочках девочки некоторые на шелке вышивают поищите тогда материал какой-то который подходит для вас если вас фетр не устраивает но я вот всегда фетр или клеевой флизелин для меня это прям вот идеальная основа скажу теперь насчет катя катя специально отдела украшения сегодня получила посылку от катя там были сережки очень много разных красивых маркеров и вот это вот такая но я не знаю как это сказать чокер но это не чокер да это украшение на шее будем так говорить сразу мне было белая футболка отдела на футболку потому что сережки сюда не шли совсем большое спасибо мы было дома у меня мама моя сашина мама мы вместе рассматривали вместе реально ловили шок от того какой огромный подарок как все красиво упаковано такая все красиво вообще сделано с какой душой мне очень порадовало конечно буду носить спасибо большое я очень рада спасибо возможно еще потом но сфотографирует девочкам в чат вышлю но вот это мне прям может не подходит саша сказал что сюда вообще не идет но я уже была в белой футболке решила все таки что надо что-нибудь одеть хоть и чокер хоть сережки но обязательно так что спасибо большое очень рада что такая посылка я когда получила думаю о это откате я сразу подумала ну там наверно маркеры или сережки занятие за такое отступление там наверное маркеры или сережки смотрю сережки думаю вау класс сережки начала открывать там еще пакетики еще и еще и смотрю маркеры вау маркеры класс смотрю еще пакетик с маркерами вау еще потом смотрю вот это украшение ну то есть такая огромная посылка я когда получила посылку думала реально там маркеры или сережки очень была уже рада что посылка откате потому что видела много ваших работ и ну в курсе что там может лежать но было в шоке что столько всего разного это очень круто спасибо вы нас удовольствие вносить сюда хорошо как раз ну вот белой футболки думаю нормально ой саша я тебе такой подарок придумала теперь осталось воплотить я на спасибо спасибо приветик наталья дальше пойдем на фетре мы вышиваем но помимо фетра нам еще нужен нужен кусочек картона у вас тоже весны девочки вот у меня немножко зависать помимо фетры нам нужен кусочек картона который мы будем вкладывать между фетром и между кожей картон служит для того чтобы для того чтобы брошка была плотная чтобы она держала форму чтобы она не обвисала со временем под своим весом а постоянно находилась в определенном ровненьком положении ну естественно картон я думаю вы спокойно сами найдете где угодно я вам уже давно говорила что я люблю собирать такой небольшой лайфхак если у вас нет картона в принципе я люблю собирать картон от капроновых колготок там он очень чистенький беленький гладенький именно нужной мне толщины и складываю его и потом использую для брошек то есть картон обязателен я беру всегда чистенький картон мало ли может там какая-нибудь краска едкая которая потом из-за клея ну не знаю просочиться на кожу на фетр поэтому лучше выбирать вот такой вот просто светленький беленький картон или серенький без краски или беленький дальше то есть запоминаем фетр картон помимо этого нам нужен кусочек кожи я взяла вот такой вот у меня был как раз под цвет моей овечки кожа нам нужно для изнаночной стороны я не советую использовать натуральную кожу потому что она бывает очень плотная то есть нужно подобрать еще натуральную кожу она бывает очень плотная игла очень плохо сквозь нее проходит я использую кожзам вот это кожзам где покупать вы приходите в мебельный магазин тканей даже не так в магазин мебельных тканей и вот в магазине мебельных тканей есть очень много разного цвета разной кожи разной толщины разной фактуры разные какой-то ну я не знаю рисунок даже бывает с рисунком каким-то то есть вы выбираете то что вам нравится покупайте там сантиметров 20 ширина большая вам этого этой этого кожзама хватит на 125 брошек сзади он имеет такую ткань его она имеет тканевую поверхность который очень хорошо клеится как раз картону и все отлично держится не используйте какую-нибудь кусочки каких-нибудь там старых сумок какие-то старые я не знаю плащи пальто с не пальто до куртки сапоги не используйте вот это все потому что знаю что поначалу хочется ну попробовать а нет под рукой того чего надо и вход идут какие-то там я не знаю старая сумка в которой есть такой хороший кусок кожи и которую вы уже носить не хотите вот не используйте эти материалы потому что как правило со временем все равно если это не натуральная кожа это все портится и возможно у вас она потрескается или в брошке уже когда вы начнете вышивать ну там я не знаю что нибудь где-нибудь порвется то есть не факт что она у вас хорошего качества поэтому лучше брать сразу новенькая чтобы приклеил пришил и она все уже держится так как должно держаться кожа обязательно дальше помимо этого нам нужно выкройка нам нужно из нужен эскиз вот я брала этот эскиз со своей коробочки которую я собираюсь материалами для брошек вот у меня этот эскиз овечки есть вы можете эскиз самостоятельно нарисовать на листочке сейчас я вам подождите секунду я вам покажу как я обычно это делаю у меня есть у всех наверное есть вот такие вот как это называется скажите мне бумажечки для записи они вот определенного размера одинаковые я люблю рисовать потом в итоге уже после того как я продумала форму броши люблю рисовать эскиз здесь потому что это как раз хороший размер для броши и вы точно никуда не ну то есть не не размахнетесь на более на более большой размер у вас все поместится вот в рамках вот этого маленького листочка и точно брошка будет хорошего размера я люблю вас здесь это рисовать обычно как я делаю сначала рисую эскиз стикеры точно стикеры сначала рисую эскиз девочки мне тут сообщения присылают просто на листочке из головы либо я захожу в какой-нибудь ну не знаю типа пинтерест или что-то есть у меня несколько сайтов и там просто смотрю рисуночки чтобы мне примерно припел предположить какой формы я бы хотела брошку просто самые обычные рисунки можно брать фотографии и вот когда я вышивала например ящерицу я брала фотографии ящериц разных и смотрела форму как она выглядит как у нее лапки расположены смотрела изгиб самого тельца ящерицы вот для того чтобы выбрать то что мне больше всего подходит то есть вы можете спокойно поискать в самых обычных фотографиях или рисунках поискать тот размер то ту форму которая вам необходима и просто перерисовать эту форму на листочек после того как я либо сама с головы рису либо я перерисовываю на листочек я беру графический планшет но это вы можете сделать самостоятельно как-то с помощью фломастеров карандаше и руть и ручек либо тоже сделать как я либо вообще в принципе этот пункт пропустить то есть после того как я выбрала примерную форму я беру графический планшет и там рисую с помощью планшета в обычном пейнт и рисую саму брошь то есть я уже беру конкретную форму она у меня уже есть и дальше эту форму я заполняю определенными оттенками бисера определенными формами бусин как-то стараюсь это расположить так чтобы мне нравилось чтобы визуально все подходило вот и там естественно я могу выбрать любой оттенок ручки которые я рисую и можно выбрать те оттенки бисера которые у вас есть чтобы посмотреть как они будут сочетаться в готовой работе это делается ну то есть с помощью фломастеров мне не удобно потому что мне не все оттенки моего бисера фломастеров которые есть мне это проще делать на компьютере с помощью графического планшета можно с помощью мышки рисовать но это очень неудобно там я это все рисую смотрю как все это будет выглядеть и возможно меняю местами убирают цвета какого-то бисера добавляю какие-то стразы бусины которые у меня есть то есть я раскладываю материалы которые у меня есть перед собой и начинаю рисовать то что я задумала после того как я нарисовала в скорее всего я могу выслать этот эскиз заказчица если заказчица просила чтобы эскиз был если она хочет удостовериться что ей понравится эта брошка вот а затем уже я беру вот этот стикер самый и рисую отмечаю размер который мне нужен все брошки мне помещаются вот размер этого стикера и уже отмечая размеры конкретные брошек я уже беру эту самую форму и рисую ее уже на стикере это у меня уже заготовка макет который я использую для дальнейшего дальнейшей работы вот примерно такой макет получается то есть вы можете просто взять листочек и уже нарисовать здесь я уже не рисую не оттенки никакие не рисуя не бисер где у меня расположен я рисую вот например на овечке это у меня ушки отметила глазки отметила носик отметила и вот эти полосочки это лапки которые потом я буду пришивать отдельно вот так выглядит этот мой эскиз то есть проходя вот такой большой путь я прихожу к вот такому обычному макету который я в будущем использую для вышивки вот такой макет потом я переном переношу на картон и уже у меня картон этот лежит в определенной как-то сказать на таком пакетики zip пакетики у меня там все это лежит все мои все мои макеты и уже потом второй раз вышивая такую же брошку я не заново всей здесь этот путь не повторяю я просто беру картон его обвожу и у меня готовая работа вот помимо этого нам естественно нужны нитки для вышивки обычная в своих брошках своих своих брошках использую два цвета ниточек у нас сегодня овечка поэтому у меня черные и белые ниточки нитки я использую обычные вот честно признаюсь обычные швейные и мне этого достаточно бывает но вы можете купить специальные для вышивки бисером ниточки вы можете купить мононить она тоже очень удобно не нужно выбирать подбирать оттенки просто берете все мононить и вышиваете я тоже пробовала много всего разного и мононить пробовала и специальные нитки не помню как они назывались для вышивки бисером но пришла к выводу что я обожаю когда у меня оттенок ниточки подходит под оттенок бисера и я у меня куча цветов этих не так и я могу подобрать то что мне нравится то есть тут вы уже смотрите по себе либо покупаете моно нить она так и называется тоненькая либо покупаете не специальную для вышивки бисером либо используйте обычные швейные нитки чем плохие швейные нитки тем что они бывают часто путаются сейчас часто они путаются меня это сильно не напрягает бывает ну там какой-то узелок я его легко могу распутать поэтому совершенно спокойно к этому отношусь если вас это бесит тогда покупайте именно вот какие-то либо шелковые ниточки либо ниточки для вышивки и бисера мне кажется мононить не очень прочная у меня с мононитью не знаю раздражало тем что она не такая гибкая как обычная нить и мне просто неудобно было ей вышивать хотя очень многие вышивают мононитью мононить очень удобно обшивать край брошечки для того чтобы не было видно той самой нитки она не будет стираться потому что вот такая обычная нить со временем вот на боках изделия она может немножко стираться но сколько я не ношу лет уже свои украшения конечно же я к ним бережно отношусь у меня ни разу никогда еще ни одна бусина не выпало ничего не стерлась и не порвалась то есть если нормально по-человечески относиться к украшению то все будет спокойно носиться а вот мононити на разной толщины бывает надо просто подобрать ту которая подходит вам но у меня она лично просто своим своей не гибкостью раздражала поэтому я сразу перешла на обычные нитки так и клей еще по поводу клея клей клей я использую момент кристалл он прозрачный поэтому его использую потому что он прозрачный и хорошо он все склеивает есть еще момент резиновый он такой зелененького цвета вот для кожи для фетра он кстати очень хорош но резиновый он не прозрачный но тоже хорошо склеивает поэтому я из чаще всего использую кристалл вот такой купила большое мне его хватает на год вперед сильно там клеем ничего мурыжить не надо потому что чем больше клея тем мне кажется тем работа более толстая получается поэтому достаточно тоненького слоя клея что все склеилось то есть его совсем немножко надо клей нужен обязательно потому что если клея не будет то все равно брошка будет немножко гибкая нам нужно брошка прочная клей тоже все это хорошо упрочняет правильно я сказала и последнее о чем я не сказала это про иголочки иголочки я покупаю бисерные у меня вот такие есть наборчики такие это галку мама называется это иголочки для вышивки бисером они бывают разного диаметра с разным с разной величиной ушка ну вот у меня 12 номер самые тоненькие мне не прям идеально подходят если сильно для вас тонкие если тяжело ниточка проходит сквозь углу тогда можете потолще выбирать явка в свою коробочку а к бокс кладу две иголочки одно потолще другую потоньше и в принципе вы можете выбрать любую другую углу для вышивки бисером потому что там важно что пушка было удобно и чтобы было проходило спокойно чтобы не сидели полчаса эту нитку не просовывали в это ушко а так в принципе в нормальный чешский японский бисер эти иглы проходят спокойно где это все добро покупать бисер я уже сказала в любых интернет магазинах бисерных там же есть вот такие же булавочки фурнитуре обязательно они есть булавки для брошек нитки вы можете использовать те что у вас есть либо покупать в швейных магазинах если для вышивки бисером то тоже в швейных магазинах все эти ниточки есть фетр тоже в магазинах для рукоделия сейчас его миллион разных цветов разной толщины разной структуры есть флизелин клеевой я покупаю в швейных магазинах где магазины тканей там тоже его валом разного всякого черные и белые есть ну картон понятно картон продается в канцелярских изделиях легко изделиях канцелярских магазинах легко можно найти если рядом нет тогда уже выбираете какое-то какие-то чистые какой-то чистый картон не связаны никак с пищей никак не связанные с чем-то таким что может потом отпечататься на ваши брошки ну то есть не пытайтесь там не знаю картон из-под конфет использовать но это прям уже совсем чересчур ну макет естественно мы просто рисуем на листочки кожа мы покупаем в магазинах тканей для мебели я там его покупают также есть специальная давайте покажу вам сейчас покажу есть кусочки есть green bird хороший выбор да в green bird вообще в принципе есть все абсолютно все есть также вот то что я сейчас показываю green bird тоже есть есть также специальная изнанка специальная ткань для изнанки это искусственная замша кстати замшу тоже можете использовать для изнанки фетр не советую использовать потому что центр фетр не настолько прочный и он ворсистый и как правило он так знаете любят протираться если его использовать наизнанку то есть кожзам или тоненькая кожа в которую хорошо проходит иглы идеально будет но вот есть также еще для изнанки специальная ткань искусственная замша которая тоже очень хорошо подходит для брошек вот я и для колье использовала у меня здесь разных цветов есть бежевенькая молочная и черненькая но дело в том что мне вот тоже не пошла на это замша потому что игла тоже достаточно тяжело проходит и для меня это было немножко мучением обработать изнанку вот ну хотя все это есть то есть сейчас уже настолько развита это индустрия индустрия создания украшений из бисера что сейчас все материалы необходимые чисто для бисера для брошек для колье уже есть готовые заходите в интернет-магазины и там это все уже готовенькая лежит но чтобы сэкономить потому что все специально необходимое для брошек она дороже чтобы сэкономить вот я вам рассказываю где что я использую то есть можно просто взять сходить в магазин мебельных тканей купить себе там 20 сантиметров этого кожа мои вам его хватит на всю жизнь вот клей тоже продается в магазинах для создания украшений всяких но можно просто пойти купить обычный момент кристаллы тоже будет все хорошо вот иголки то же самое иголки можно купить в обычном швейном магазине а можно купить специализированным из котором продаются материалы для изготовления украшений там они тоже будет немножко дороже ну то есть вы смотрите как где вам удобнее я рассказываю варианты вот все рассказала но естественно ножницы ножницы это наш самый важный друг после игол потому что ниточки и в саму брошку мы будем вырезать ножницами понятное дело давайте я наверно камеру поменяю и у нас еще осталось 20 минут я расскажу как я подготавливаю все для вышивки и как что я с этим макетом дальше делаю сейчас мы будем заниматься небольшим детским творчеством но это такие подготовительные моменты они всегда для меня очень приятны потому что это путь к чему-то новому мне всегда так радостно когда что-то новенькое начинаю вышивать а мне хорошо у меня кожзала полно одно время делала портупеи о супер супер я на давайте камеру я поменяю и покажу что у меня тут есть на столе как я это все буду с вами как я буду готовиться так я надеюсь это будет сильно сильно тормозит когда я перезайду ну сегодня хотела время сегодня в принципе хотела делать эфиры днем но у нас сегодня так пасмурно что как вечером как будто бы это что я днем делаю эфира но вообще никакой пользы не дает так сейчас и все это поверну вот у меня бисер бисер я раскладываю отдельно это мои ниточки это у меня фетр для вышивки это моя булавочка тоже я ее откладываю на ю тубе поправлю это моя кожа ой кожи моя картон мой картон это вот моя кожа это брошечка которую я буду вышивать специально вам просто показываю саму картинку ну клей естественно у меня ножницы первым делом нам нужно вырезать макет приветик приветик нам нужно вырезать макет чтоб удобно было его переносить на наш фетр вырезаем эту овечку нашу вы можете самостоятельно нарисовать этот макет либо ну вот распечатать какую-то картинку и уже по форме этой картинки вырезать но я вам рассказывала как это делаю я сильно за формой я тут не слежу потому что она не люблю я когда все очень одинаковая вот прям каждая брошка похоже на предыдущую вырезала я эту овечку теперь мне нужен мой фетр беру я фетр прикладываю овечку к фетру и сейчас буду ее обводить как я и чем я обвожу желательно конечно же заколоть сейчас я если у меня это картон то картон легко очень быстро обвести но вот это вот где моя вот шляпка сейчас секунду я возьму игольницу но когда у нас кусочек просто ткани то тяжеловато это все обвести ровненько поэтому я прикалываю еще какая-то у меня была такая прикалываю вот так приколола и теперь буду обводить чем я обвожу обвожу я обычным фломастером и стараюсь его подбирать под цвет нашей брошечки вот у меня сейчас овечка овечка у меня такая серо черная черным не хочу обводить почему потому что тут у нас беленькая тельце у нее и черный будет выбиваться поэтому в виду светло-сереньким фломастером можно также обводить фломастером который исчезает вот у меня такой есть розовенький он со временем просто тупо исчезает я не люблю им обводить потому что приходится постоянно дорисовывать он очень быстро у меня исчезает с фетра вот так что берем эту овечку и обрисовываем контур опять же я не стараюсь прям точь-в-точь все перевести если где-то что-то будет немножко другой формы и если это не принципиально мне не принципиально потому что у меня овечка такая ну не супер ровненькая должна быть если например это у вас какие-то ровные прямые четкие линии тогда да тогда нужно очень внимательно переводить а так я просто перерисовываю нашу овечку вот так вот вдоль макета готова убираю вот она у меня получилось здесь я могу в принципе дорисовать ушки ну вот отметить да где-то но я этого сама по себе лично не делаю потому что ну здесь не сложно будет эти ушки пришить дальше что я делаю я вырезаю фетр так очень быстро исчезает да 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 очень быстро но если что-то вот например тоже ушка да если надо что-то вот вышить сейчас то есть отметил ушка пришила и он исчез но кому-то удобно этим маркером я знаю многих мастеров которые рисуют исчезающими маркерами что я делаю дальше это не все для того чтобы не было удобно вышивать чтобы у меня не цеплялась моя игла я срезаю углы чтобы у меня углы были круглые вот так это не обязательно тоже делать супер ровно но углы должны быть круглые для того чтобы у нас не цеплялась игла не цеплялась ниточка за острые углы и тут точно так же вырезаю вырезаю я не впритык а вырезаю так немножко вокруг чтобы оставалось место чтобы было удобно вышивать возможно мы потом изменим форму этой овечки может быть вы захотите что-то добавить изменить размер чтобы нам было куда двигаться вот в принципе это наша заготовка готова для того чтобы вышивать дальше нашу брошечку иголочки у меня пусть тут так лежат это я булавку уберу эту можно уже штучку выкинуть либо перевести ее на картон картон оставить а сама эту бумажку она уже не нужна второй раз ее вряд ли уже можно будет использовать она уже мне помялось например так здравствуйте здравствуйте если понятно все пишите если непонятно то тоже задавайте вопросы так это мы подготовили дальше мы уже завтра начнем вышивать нашу овечку что теперь с материалами чтобы было удобно вот так просто держать в пакетике наш бисер мне лично неудобно естественно как вышивать надо же использовать как-то его и чтоб его использовать я взяла себе вот такие вот шашки нашла их просто и нашла их у сашиной мамы они уже были никому не нужны я взяла вот эти шашки и в эти шашки я набираю бисер и мне удобно потом иголочкой поддевать каждую бисеринку и удобно пересыпать менять местами использовать только тот свет который мне нужен я пересыпаю свой бисер которым я буду вышивать в эти шашки ли я нынче страшного запись будет вот пересыпаю вот у меня например чё не черненький бисер для мордочки я его пересыпаю в эту шашечку и все вот у меня готов бисер для вышивки обычно я высыпаю все сразу для фотографии делаю красивую фотографию но если я сама тихонько себе дома вышиваю я пересыпаю только тот свет который я буду сейчас использовать также у меня есть вот еще такая но я не знаю коробочка куда я складываю все цвета куда я складываю свою брошечку которую я буду вышивать куда я складываю мой необходимый бисер и вот таким образом у меня эта коробочка хранится мне нужно было вышить дальше до вышивать я эту коробочку достала и уже у меня все материалы готовы у меня уже ничего здесь не высыпется все лежит что нужно использовать еще помимо вот этих шашек вы можете купить специальную коробочку для того чтобы бисер сюда пересыпать и использовать эту коробочку в процессе вышивки мне эта коробочка для вышивки не удобно потому что слишком глубокие здесь вот эти ячейки у шашки гораздо ячейка это ниже и мне удобнее брать из шашки бисер чем колупаться вот там вот плюс нужно всегда ее носить с собой то есть весь бисер будет здесь а мне удобно взять например одну вот эту шашечку и ей вышивать с помощью нее вышивать но вы тоже можете использовать вот этих разные коробочки их миллион здесь можно в принципе просто бисер хранить у меня здесь бисер не хранится я чаще для фотографий использую эту коробочку еще очень прикольная штучка это даян пока пока я еще очень прикольная штучка это коробочка вот это от страз если вы сразу покупали я думаю что многие из вас покупали или собираются покупать можно эту коробочку не выбрасывать здесь главное приклеить какой-то утяжелитель потому что она очень легкая очень легко бисера сыпать но тоже очень удобно насыпать по чуть-чуть бисера и использовать ее во время вышивки так что можете взять на заметку еще также можно взять просто самые обычные тарелочки у меня вот такие есть тарелочки они у меня разноцветные поэтому тоже тяжеловато их использовать не видно бисеринку но вы можете положить предположим там кусочек кожи кусочек фетра насыпать сюда этот бисер на он у вас уже никуда не денется потому что тарелочка тяжеленькая и с помощью него вышивать но вот например положить там какой-то кусочек фетра высыпать бусинки которые мы будем использовать во время вышивки и вот у вас уже готова удобная тарелочка для того чтобы вышивать потому что ну вот в такую малюсенькую мои вот эти бусины не поместятся они крупные то есть смотрите уже как вам удобно удобно еще разложить фетр сейчас я найду кусочек фетра вот разложить кусочек фетра и по высыпать разного цвета бисер на фетр но тут есть один нюанс вы можете случайно фетр вот так рукой смахнуть и весь бисер у вас разлетится то есть если вы вышиваете желательно фетр скотчем вот здесь вот зафиксировать на столе например и тогда уже рассыпать весь этот бисер чтоб фетр у вас по столу не елозился тогда вам будет удобно вы тут насыпали несколько кучек с бисером тогда вам удобно будет брать необходимые цвета у меня бисер лежит формочках для льда а тоже видите хороший вариант этого типа того только побольше но я все это говорю к тому что вам должно быть удобно работать если вы повышивали пока спит ребенок например в тихий час повышивали ребенок проснулся вы сложили все ваши материалы в эту коробочку поскладывали так что у нас тут еще иголочки например ножнички сама брошечка сложили это все куда-то спрятали в шкафе она вас там лежит ребенок заснул вечером вы достали это все потому что с бисером гораздо тяжелее чем связанием в корзинку не закинешь тот бисер достали все у вас тут есть ваши ячейки с бисером ваши иголочки сама ваша работа все достали и вышиваете себя спокойно с фетром но то же самое только после нужно будет эти все кучки с вашим бисером я не знаю я вам могу показать вот так вот это все рассыпается и потом используется только после работы нужно будет эти кучки с бисером назад собирать зафиксируйте здесь скотчем давайте я зафиксирую с вами вместе и можно тоже приниматься за работу так сейчас я покажу как это делаю я но мне будет больше всего удобно в этих ячейках вот зафиксировали мы скотчем все готово и с этой стороны у нас ничего уже елозится не будет так ну вот все я вам рассказала показала так мы готовим нашу работу обязательно вот эту штучку делаем сейчас я поменяю камеру и расскажу что вам нужно сделать домашнем задании завтра уже начнем вышивать мы уже подготовили все для работы если есть вопросы пишите сейчас девочки потому что все самое время чтоб я ответила переворачивайся как всегда почему-то не всегда переворачивается не хочет сейчас перевернулась отлично домашнее задание какое вы мне должны прислать он что это подождите нет ниточку домашнее задание вы мне должны прислать свой макет обязательно где он я уже выкинула вот этот свой макет вырезаны либо не вырезаны то чтоб я видела что вы на бумаге нарисовали форму своей брошки она у вас готова для работы это первое что вы мне должны скинуть второе что вы мне должны скинуть все ваши материалы то есть это либо бисер в пакетиках которые вы приготовили конкретно для этой брошки вы должны отобрать тот бисер который вам подходит как его подбирать я уже говорила я рисую это все на в компьютере с помощью графического планшета либо можно рисовать просто фломастерами форму той броши отобрать бисер который вам хочется прислать мне вот этот вот фотографию макета прислать ваши материалы в любом виде это может быть материалы в пакетике разложенные на фетре на каких-то там формочках для льда не имеет значения то чтоб я видела что материал у вас для вышивки готовы и также мне нужно прислать вот такой вот штучку саму основу для броши это фетры фрезерин либо любая другая основа какую хотите берите вы можете пробовать пока первый раз на любой с уже нарисованным с нарисованной формой ваши брошечки и все это домашнее задание завтра мы начнем вышивать мы вышим с вами мордочку а вот уже вот это тельце будем вышивать с вами через недельку ну начнем наверно вышивать тельце первые бусинки я вам покажу как это делается а потом уже на следующей неделе закончим вышивать мордочку вырежем эту брошку при сделаем лапоньки лапоньки у овечки при делаем а на в самой последней неделе мы уже будем делать изнаночную сторону и обшивать саму брошку если я участник интенсива по платью до за скидывать туда же дав личное сообщение мне скидывайте домашки и по платью и по брошкам вы можете скидывать мне домашние задания по брошкам в любое время дня и в любой день у нас нет не будет там никаких ограничений скинуть там до 23 до 29 просто у нас такой творческий процесс кто хочет тот вышивает кто не хочет от не вышивают не буду никого заставлять потому что работа в принципе не очень сложная по количеству времени вышить одну брошку достаточно ну там я не знаю одного дня это не платье большое связать поэтому ограничений никаких нет по выполнению домашек когда скинете тогда скинете у нас интенсив заканчивается последний эфир у нас поэтому интенсиву 5 августа ну вот так как я вам даю две недели в какую сторону двигать этот календарь до 12 августа вот у нас тут машина большая едет просто извините мы живем в таком месте у нас тут кругом поля и если какая-то машина едет это прям события дня мы сразу бежим как ну и смотрю сари машина машина едет а тут прям такая здоровенная до 12 августа вы мне скидываете все ваши домашки и вот эту же самую домашку первые можете в любое время в любой день скидывать главное что в до 12 вы мне все уже отправили к интенсиву еще можно подключаться можете покупать материалы можете заказывать коробочку в мою для вышивки брошек с материалами я думаю что она дойдет вы до 12 успеете вышить эту брошечку если вам интересно в директ напишите скину вам варианты которые могу вам собрать коробочек варианты коробочек вот и что еще что еще ну и задавайте вопросы если есть запись эфира будет доступна сутки плюс участникам интенсива я скину запись эфира в наш канал telegram если у вас канала телеграма нет загляните в личные сообщения я вам там скидывала на него ссылку а на ю тубе запись для всех будет доступна уже после 12 августа тогда уже сможете вышить себе посмотреть сразу все четыре эфира и вышить себе брошку вот прям за весь день сразу одну ну все всем пока если вопросы будут пишите мне в директ первый день у нас был такой я думаю что вы немножко въехали в тему поняли что нужно и для чего нужно и теперь будете думать какой формы какую брошку какой бисер где что купить возможно вас вдохновит мой сегодняшний эфир и вы захотите тоже с нами вышивать сашенька пропустила вышиваете на фетре да вот эту брошку на фетре вышиваю вообще вышиваю и на фетре и на флизелине я просто нашла однажды свой идеальный фетр его кладу теперь в коробочке и сама на нем вышиваю вот еще и подружки даже купила целую упаковку потому что ну блин думаю такой фетр нельзя мимо пропускать надо закупиться по максимуму чтобы он был в наличии все время у меня все прощаюсь ровно час мы с вами пообщались до завтра завтра в 13 00 мы начнем вышивать брошечку я правда еще подумала о том что у меня черная овечка и черный бисер вообще будет не видно может я какую-то не черную тогда рыженькую овечку выше я не знаю девочки но и уже черную тогда ладно все всем пока до завтра завтра всех вас жду и жду ваши домашки пока